Смотрите, ребят, где-то в середине я расскажу о том, почему этот топик для меня очень важен, но есть такой человек у всех у вас, к которому вы обращаетесь в случае проблем. Вот чего-то случилось, когда чего-то случается с телефонами, с компьютерами моих друзей, они все обращаются ко мне и говорят, так, Руб, давай разбираться. И, как правило, моя самая большая проблема начинается тогда, когда вдруг выясняется, что человек не знает ничего. Вот буквально ничего. Он не помнит своего пасворда, он не помнит своей двухфакторной авторизации, очень часто он не помнит название аккаунта в Apple ID или в Google аккаунте. Они умудряются забывать все. И когда они приходят к тебе, ясное дело, что они приходят к тебе с ощущением того, что вот сейчас вот вылезет Рубик Мурадян, оденет круглые очки, как у Гарри Поттера, достанет эту волшебную палочку и, значит, какой-то экспеллиармус, и все заработает. Соответственно, то, что я сейчас рассказываю, это вот тот тарапанк воропорцу, который происходит со мной, когда ко мне приходят с потерянными телефонами, с украденными телефонами, с разбитыми телефонами, с телефонами, на которых все забыли к чертовой матери. Google аккаунт, на котором никто ничего не помнит, что-то куда-то бэкапится, что-то куда-то не бэкапится. На телефоне 4 аккаунта, со всех 4 из Play Store поставлены, значит, эти, как это называется, аппликейшены. Сегодня я буду говорить о базовых элементах, да, вот цифровой мобильной гигиены, которую мы должны соблюдать, чтобы если вдруг чего произошло, мы бы были в состоянии восстановиться. И когда мы говорим про восстановиться, мы же понимаем, что на сегодняшний день в телефонах мы храним вот не просто все, а вообще все. Наши телефоны знают о нас намного больше, чем мы можем вспомнить. Да, он железный, в нем все записано. Мы не совсем железные, ну, кто-то местами, да, и, значит, у нас что-то может вылететь из памяти. Когда я в первый раз начал использовать менеджер пароля, это было в 2013 году, да, я это сделал, я настолько старый, ты правильно удивляетесь. Когда я в первый раз начал использовать Kipas, подавляющее большинство людей спрашивало, как ты помнишь все эти пароли, как ты запоминаешь все это хозяйство и все такое. Дальше они уже перестали все эти вопросы задавать, но давайте подумаем, а вообще что есть у нас на телефоне, да. Первая и самая важная вещь, и это то, о чем нужно помнить, это токены двухфакторной авторизации. И давайте здесь остановимся, потому что эта вещь очень важная. Двухфакторная авторизация у нас может быть реализована огромным количеством способов. Способ первый, это, конечно, смс-ка. Про смс-ку говорить нельзя, начиная с 2016 года, допустим, что в 2016 году передачу данных по смс стандартами, передачу второго фактора по смс, МТЭК, стандартами запретили. В Штатах после обнаруженных уязвимостей в протоколе SS7 все коммуникации по смс, по открытой сотовой связи считаются незащищенными, недостоверными, неудачными и так далее. Но смс-ки до сих пор используются как второй фактор огромным количеством банковских приложений, огромным количеством всяких разных там гуглов и прочих твиттеров и так далее, если вы это не поменяете. Соответственно, смс-ка, сим-карта, привязана к вашему телефону, это второй фактор авторизации, и это плохо. Еще один способ авторизации с телефоном, это способ так называемый login confirmation. Когда вы логинитесь на каком-то компьютере, вам приходит сообщение, это ты логинишься на компьютере, в твой Google аккаунт на компьютере Linux браузером Chrome. Ты говоришь, да, это я. Yes, он говорит, ну циферку скажи. И показывает там циферку, здесь показывает циферку, ты нажимаешь на циферку, опа, слогинился. В чем здесь проблема? Если вы теряете телефон или ваш телефон, я не знаю, там, украден, сломан и все такое, вы не можете нажать на эту циферку, у вас начинается проблема. Соответственно, есть два способа, которые рекомендованы всеми, ну вот, security guidelines и прочими такими делами. Это использование приложений наподобие Google Authenticator, да, о них мы чуть позже поговорим. То есть приложения, которые постоянно меняют код. И так называемые backup коды. То есть это, как правило, 10 кодов цифровых, которые система вам предлагает списать, записать, сохранить. И эти backup коды вы храните, и если он запрашивает второй фактор, вы либо набираете что-то, что пришло вам в Google Authenticator, либо набираете backup код. Да, и вот используете второй фактор таким образом. В чем здесь проблема? Приложение, официальное приложение Google Authenticator, которое стоит на телефоне, экспортнуть из него все это дело невозможно. Бэкапнуть его невозможно. Его можно перенести. Что? Уже можно перенести. Вот. Его можно перенести, но для этого вам нужно иметь второй телефон. Да? А я говорю о том, чтобы это дело с бэкапить, с каким-то каком сохранить, чтобы оно как-то можно было восстановить или вывести. Спасибо. Есть другие приложения, но самое известное это Authy, которая делает практически то же самое, то есть хранит вот эти вот токены второго фактора авторизации и бэкапится на сервер. Но так как я человек, которому платят большую зарплату за психическое заболевание, то есть я вот параноик не просто профессиональный, а оплачиваемый, я никогда не люблю отдавать вот такую вот качественную информацию, жирную вкусную информацию какой-то третьей стороне, потому что очень хорошо знаю, что от третьей стороны что-то когда-то да и утечет. Не сегодня утечет, завтра утечет, не завтра утечет, послезавтра утечет. Это не мой способ. Хотя ясное дело, что и как паспорт менеджера можно использовать OnePass, можно использовать LastPass, из которого утечка была какое-то время назад. В любом случае, у нас есть второй фактор, и это очень важная вещь. Если у нас нет бэкап-кодов, и если у нас есть только второй фактор, этот второй фактор хранится у вас в телефоне, и как вы до него доберетесь, если телефон сломался, потерялся, или каким-то образом недоступен, это та еще история. Отдельно мы должны понимать, что у нас есть приложение, которое генерирует вот этот вот второй фактор сами в себе. И самое известное такое приложение – это Facebook. Вот Facebook App, который имеет в себе как Login Confirmation, имеет в себе как генерацию, ну вот этого вот второго токена, второго фактора авторизации. И, собственно говоря, вот когда вы это все теряете, дальше восстанавливать все это хозяйство, если вы не задумались об этом заранее, очень большая проблема. У нас в телефонах хранится огромное количество персональной информации. И тут опять нам нужно понимать, что это за персональная информация. Большинство людей переживает из-за того, что кто-то там где-то найдет их не самые публикабельные фотки, видео и прочие, значит, это развлечения из области 18+. Об этом как раз беспокоиться особо не нужно. Нужно беспокоиться о том, что злоумышленник завладеет вашими креденшалами для доступа в критичные для вас элементы инфраструктуры. Самое важное – это ваш primary email адрес, к которому привязано огромное количество вещей, в том числе платежной информации, логинов, связанных с работой, с критичными данными и так далее. Самое важное – это ваш mail. Вот начинайте думать оттуда. Телефоны хранят ваш location data. И в зависимости от той страны, в которой вы находитесь, этот location data очень часто может быть вещью немножечко нервной. Учитывая то, что в Армении, ну вот мой любимый пример, четырех человек арестовали за то, что они использовали VPN. В феврале. Это история, которая, она очень показательна, значит, существует, существовал какой-то фейк, которого звали Гаги Ксоумнян, который, значит, сидел в Фейсбуке, а потом в Телеграме, и покрывал, ну, в общем, материл все то, что связано с текущей властью. Этого фейка активно искали. Нашли, что в октябре, по-моему, или в сентябре, не знаю, он использовал IP-адрес про том VPN. Все вот это вот получение информации тянулось очень долго, получили они эту информацию в феврале, и всех тех, кто использовал тот же IP-адрес про том VPN, но уже в феврале, их было 60 человек, посмотрели, поняли, кто там политически аффилированный, и четырех человек арестовали. Из 60. Что может найти товарищ майор в вашем телефоне, не знает никто, но товарищ майор знает, что будет использовать это против вас. Соответственно, голые фотки – это так, это мелочь. Очень неприятная вещь касается данных мессенджеров, потому что данные мессенджеров, по сути, являются очень важным доказательством для неважно кого. Будь то ревнивый муж, начиная с этого, и заканчивая товарищем майором. Дело в том, что само по себе одно сообщение ни о чем не говорит, но последовательность сообщений вопрос-ответ, 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 вопрос-ответ обозначают как тему, то есть полностью раскрывают тему, о чем вы разговаривали или общались с человеком. Более того, они раскрывают и контекст этой темы, и являются находкой просто в оперативных действиях. Потому что каждое сообщение имеет в себе метаданные, то есть время, которое было отправлено. Учитывая то, что локейшн есть, а к этим сообщениям привязывается еще и локейшн, откуда вы это отправляли. И самое важное, здесь есть реакция третьей стороны, второй стороны, то есть вашего собеседника. И эта переписка может быть свидетельством не против вас, но против вашего собеседника. Помните об этом. Ну и, конечно же, сим-карты, об этом я говорил. об этом я говорил. Сим-карта это то, к чему привязывается огромное количество сервисов, начиная там от банковских и заканчивая сервисами, которые нормальный второй фактор не предоставляют. Да, вот, один из таких сервисов, который меня сильно бесит, это GoDaddy. Да, вот, нормальный второй фактор эти товарищи не смогли реализовать лет за пять. У них есть аутентикатор, но у них очень плохо с бэкап-кодами. По сути, этих бэкап-кодов нет, они присылают вам смс-ку. Пошли. Итак, у нас будет разговор о двух фазах. Подготовительной и постинцидентной. Да? Без подготовительной фазы эффективная постинцидент-фаза по сути нереально. Здесь я сейчас навскидку пройдусь просто по тем проблемам, которые у нас есть, да, и которые мы будем обсуждать. А дальше мы будем обсуждать все уже детально и хорошо. Да, я забыл сказать, если у кого есть вопросы, несогласия, добавки и все такое, спокойно перебиваем. То есть, спокойно говорим о том, что ааа, и все такое, коллега, прошу. Я вижу у меня в паспорт-менеджере, как решаю вопрос с бэкапами Google Атрификатора, при включении двухфакторной, когда я сканил баркод, там можно и не могут сканировать, да, и не идти в связи. Ага. Вот этот можно сходить в паспорт-менеджере, получается, что я в любой момент могу на любом телефоне Google Атрификатора скормить, выбрать там вот мы до этого дойдем, вы абсолютно правы, коллега, в кипас эта возможность есть, вот именно этим стрингом вколотить в него OTP или TOTP и все это сработает. Но мы до этого доживем, да, этот скрин был так широкими мазками. Соответственно, первое, как я сказал, без подготовки мы сложно восстановим аккаунты, на которых есть двухфакторная авторизация, да, и к этому нужно быть готовым. Так, это, по-моему, дублирующаяся строка получилась. Забыли ее, вторую строку. Третья строка. У нас очень много чего привязано к сим-карте и что самое важное, когда мы говорим про аккаунт credentials, мы понимаем о том, что у нас есть, по сути, три креденшала, да, вариант, когда у нас нет двухфакторной авторизации, я просто не рассматриваю, я уверен, что люди, которые пришли сюда меня послушать, двухфакторную авторизацию имеют везде. Нормальный пароль невозможно запомнить. Хороший пароль невозможно запомнить, потому что хороший пароль, он всегда сгенерирован программой, и программа генерирует что-то такое, что, ну, как, да, ну, я не могу. Может, старый, может, лысый, но, в общем, он не запоминается. Если мы не подготовлены, то дальше начинаются танцы с бубном, в которых, может, повезет, может, не повезет, может, мы чего-то не восстановим, может, мы чего-то не сможем восстановить, но самое важное, мы должны понимать, что после того, как мы потеряли телефон мы должны действовать быстро вот самое важное здесь быстро потому что как только человек начинает вот понимает что ему нужно делать что-то быстро он начинает нервничать он начинает не попадать пальцами по клавиатуре он начинает нервно звонить не только руби куда но еще восьми людям эти восемь людей чего-то делают например пытаются восстановить пароль вы представляете что что происходит когда восемь человек пытаются с разных location восстановить пароль я скажу сразу google закидывает этот аккаунт в локт мод и говорит так короче а сейчас мы будем заниматься ним фаргот паспортом а аккаунт ресторейшном а это совершенно разные вещи по сложности которая там происходит как правило если у вас утащили или вы потеряли телефон ну большинство людей носит один телефон да соответственно вы становитесь вы вы бываете отрезаны от коммуникации вам нужно какое-то время чтобы вот мне позвонить да вот позвоните сказать что вот проблема давай будем ее решать да соответственно это тоже сложность и что самое важное и что люди забывают чаще всего вот мы до этого тоже дойдем есть статистика о том что вот злонамеренная кража телефона это очень редкая вещь да то есть когда товарищ майор по какой-то причине решил ваш телефон украсть это крайне редкая вещь просто кражи телефона то есть то что кто-то захотел от просто поживиться вашим железом чтобы его там потом продать каким-то образом это вещь намного более частая но тоже не такая частая потому что с современными технологиями полиция это все дело находит как находит мы об этом тоже поговорим чаще всего телефоны теряют забываются где-то подчеркиваю забываются да то есть оставляются в кафе в такси или еще где второе по ну вот дальше идет то что телефоны теряются то есть выпал из кармана или еще что такое из еще одна довольно неприятная вещь когда они теряются и ломаются то есть выпал из телефона на бетон и все и вот вот он уже никак не работает и никак до него не добраться и не понять да что самое важное самые частые случаи это просто когда вы оставили этот телефон где-то на столе или вот этот самый частый случай очень легко решается если у вас на скрине будет надпись о том что с этим телефоном делать или под кожухом будет ваша визитка или еще что-то в этом духе одним словом дайте хорошему человеку возможность вам помочь да то есть может он потом за это попросит какую-то копеечку может он вы ему дадите какую-то коробку конфет там или я не знаю или сигару но все дело в том что у хорошего человека должна быть возможность вам помочь да то есть вот дайте ему как-то возможность сказать что вот я нашел твой телефон иди его откуда-то забери и так первая и самая важная вещь на телефоне должен быть скринлок и когда мы говорим про скринлок мы должны понимать что лучше всего чтобы это было что-то что вы набираете на экране не фингерпринт не фейс айди не какие-то другие навороты а именно что то что вы набираете на экране есть много дискуссий о том стоит ли использовать то что называется скрин паттерн да вот этот вот рисуночек на android телефонах которые вы можете нарисовать по сути это тот же самый пин-код этот скрин паттерн телефон его понимает как пин-код который вы набираете просто его как-то легче запомнить или еще что то такое но все дело в том что почему я не очень люблю скрин паттерн потому что опять запомните что я параноик так вот скрин паттерн как вам легко запомнить так и человеку который завоем подглядывает легко запомнить и что самое главное скрин паттерн намного лучше распознается с камеры видео наблюдения уж если за вами начали работать да вот вот конкретно начали работать чем пинг-код который вы набираете и и дети є есть еще один секретик. В пин-коде лучше иметь две повторяющиеся цифры. Почему? Потому что на телефонах, как правило, остаются следы набора. И если длина вашего пин-кода, ну, стандартная, да, 6, то по сути тот, кто будет исследовать, он увидит 5. И это, конечно же, усложнит вариант перебора, что, например, актуально для старых андроидов, да и для некоторых новых, или что, например, актуально для, ну вот сейчас последняя информация о GrayShift, о том, что они имеют возможность неограниченно перебирать пин-коды на Apple-устройствах в режиме сохранения энергии и так далее, да. Это усложняет перебор, это упрощает перебор пин-кода, если у вас не повторяющиеся цифры в этом деле. С другой стороны, этим нельзя злоупотреблять, да, пин-код, который 6 единиц, совершенно четко показывает исследователю, жирное место одно, все, мы понимаем, что пин-код вот этот, да, или пин-код там с двумя цифрами, тоже понятно, что это будет какой-то распространенный паттерн, да, 1-1-1, 2-2-2, один из самых любимых пин-кодов. Есть огромное количество всяких разных историй о том, как биометрию, и будь то скрин-лог, или будь то отпечаток пальцев, каким-то образом подделывали, начиная, значит, от того, что создавали резиновые копии отпечатка пальцев с того, с какого-то стакана или еще чего-то такого, либо подсовывали фотографию, либо иной какой-то вариант трехмерной морды лица в этот телефон, и этот телефон срабатывал. Одним словом, пин-код, он лучше, чем что-то другое. И отдельно я хочу поговорить о технологии, которую мне, постоянно меня о ней спрашивают, это технология Security Keys, да, ну вот самый известный производитель Security Keys, это UbiKey, и Google производит свои, по сути, по тому же принципу. Что это такое? Это устройство, которое, так. Здравствуйте, коллеги, товарищ майор с нами поздоровался. Да, это технология, которая связывается с вашим телефоном по Bluetooth и позволяет его анлочить, позволяет аккаунты анлочить и так далее, работать вот в этом режиме. То же самое можно делать с Apple Watch, то же самое, ну вот в последнем Android, или, по-моему, с 11-го, есть анлок по Geolocation, по Wi-Fi-спорту, по Bluetooth-девайсу, да, то есть если Geolocation или Bluetooth-девайс или еще что-то рядом, то телефон анлочится. Вот все это дело моя параноидальная натура не любит. Мы можем говорить об этом очень долго, но если коротко, большинство людей этот security key хранит вместе с телефоном. Есть даже специальные кармашки, которые позволяют этот security key хранить на самом телефоне, да, просто нарушая его логику как таковую, да, потому что этот security key, по идее, должен храниться там где-то дома в сейфе или в банковской ячейке или еще где-то там. Но самое мерзкое, оно вот что, если вдруг кто-то серьезно захотел завладеть вашим телефоном, то он возьмет ваш телефон и security key, и не важно, как это будет, да, это будет ограблением, это будет арестом, это будет обыском, как угодно, но security key это что-то, что может разлочить ваш телефон без вашего участия. В случае с пин-кодом вы всегда можете сказать нет. Другое дело, как серьезно у вас будут этот пин-код просить, да, а все помним, ну, по крайней мере, все те, кто занимается безопасностью, помнят про терморектальный криптоанализ, да, когда с помощью паяльника добываются, раскалываются все паспорты. Вот, но в любом случае, в случае с пин-кодом у вас есть возможность сказать нет. В случае с биометрией очень часто, или в случае с key, у вас очень часто этой возможности сказать нет просто не бывает. Соответственно, скрин-лок на телефоне обязательно создавать бэкап-коды для двухфакторной авторизации. Вот просто, когда Google вам предлагает поставить двухфакторную авторизацию, вместо login confirmation выбирайте бэкап-коды. Выбирайте бэкап-коды, фотографируйте или храните их. Я их храню в паспорт-менеджере, вот, коллега, как вас зовут? Микола. Микола. Вот Микола очень хорошо сказал про паспорт-менеджер и хранение там TOTP. Вот я очень люблю в паспорт-менеджере хранить бэкап-коды. Это очень удобно, как бы оно там лежит, красивенько работает и идет вперед. У Google это офлайн бэкап-коды, так они называются. У Apple это ответы на секретные вопросы. Почему Apple нормальные бэкап-коды не делает, я до сих пор не знаю. Но вот ответы на секретные вопросы, это вещь довольно интересная и об этом стоит поговорить. Как правило, секретные вопросы, они очень предсказуемые. В каком городе познакомились ваши родители, девичья фамилия матери, как звали ваше первое животное и так далее. Я всегда на эти секретные вопросы отвечаю по-идиотски. В каком городе познакомились ваши родители, плоскогубцы? Да, вот это важно, почему? Потому что в случае большинства из нас этот город Ереван. В случае с девичьей фамилией матери, вы прекрасно знаете, что у нас вывалены все персональные данные на сайте избирательной комиссии. Соответственно, очень легко понять, если вы прописаны с человеком, который старше вас лет на 20-30 в одном месте, то очень вероятно, что это ваши родители. Одним словом, хороший ответ на секрет квешен – это идиотский ответ на секрет квешен. Непредсказуемый, нерелевантный ответ на секрет квешен. Но здесь возникает проблема, как это все запомнить. И у нас мы опять возвращаемся к пассворд-менеджеру. Пишите туда секрет квешен, пишите туда этот идиотский ответ. Но разумный ответ на секрет квешен – это бяка, это нехорошо, не делайте так. Ясное дело, что с Google, что с Apple вам нужен будет доступ к какому-то мейлу, по крайней мере с Apple. Потому что Apple присылает Reset Token именно на тот мейл, в который есть ваш Apple ID. Соответственно, про мейл мы помним, что это вещь, которая нам важнее всего. Что с этим делать, мы поговорим чуть позже. Об этом я уже вскользь сказал, но на самом-то деле история здесь такая. И вот о нотификейшенах на одном из следующих слайдов поговорим. Большинство людей не понимает опасность нотификейшенов, которые приходят на экран телефона. Дело в том, что опять у подавляющего большинства людей нотификейшены дают слишком много информации. Например, кто-то вам что-то написал в Телеграме или в Facebook мессенджере или еще где-то, и вы видите содержимое этого сообщения. Это на самом деле и выключается, и в самом Телеграме выключается, и на уровне системы выключается. И вот да, я как раз рекомендую выключать sensitive data и notifications на системном уровне. То есть в лучшем случае, чтобы было видно, что вот этот человек вам что-то написал, но самого содержимого этого сообщения не показывать. Параноики не любят даже показывать, что вот кто-то написал, приходят, что, я не знаю, you have new message in signal, да, вот что-то такое и что-то пошло. По поводу Телеграма и секрет чатов сам. Вот честно, давай эту тему мы вот отдельно покурим, потому что Телеграм, секрет чат и вообще его безопасность – это что-то, что я очень люблю обсуждать и что-то, что я никому не рекомендую. Почему опять вот будем курить, будем обсуждать, будем понимать, что там и как. После трех, да, ты мне не дал времени нормально. У меня традиция, я после каждого тока вещи, которые я произношу off the record, я обсуждаю во время курения, да, то есть вот что-то, что я не могу произносить на камеру. И сегодня у меня не получится, потому что в два у нас Корнелли вызвал меня на панель, да, ну и, собственно говоря, как так. Пошли вперед. У нас есть большая проблема с Login Confirmation, и вот какая. Когда Google видит, что вы не отказались от Login Confirmation, он все остальные способы логина, то есть если у вас есть Login Confirmation, он все остальные способы логина переводит в состояние Account Recovery, а не Forgot Password. И в этом есть определенная сложность, потому что Account Recovery процесс намного более длинный, и он включает, включает в себя то, что Google может сказать, окей, а вот сейчас твою заявку рассмотрит человек, да, потому что Google исходит из того, что у вас есть телефон, вы на телефоне можете это дело подтвердить, если вы не подтверждаете, значит, тут есть какая-то проблема. Google рассматривает телефон как вот этот вот Security Token, Security Key. И если вы ему это разрешаете, то дальше вы уводите восстановление своего аккаунта или восстановление своего пароля в Account Recovery, что процесс немного более сложный, чем обычный вот Forgot Password или еще что-то такое. Одним словом, я не рекомендую вот этот вот Login by Phone или Login Confirmation от Google, ну а у Apple мы от этого отказаться не можем, он все равно это показывает. Единственное, что вы, когда вы заходите на I Forgot Apple.com и вот пытаетесь как-то восстановить что-то такое, либо начать процесс поиска телефона Find My iPhone, вот тогда он не спрашивает второго фактора. А Login Confirmation у Apple это вещь стандартная и идет как бы по дефолту всегда. Вот сейчас мы дошли до хранения паролей. Микола, как я понимаю, это тема, которую вы очень любите. Не любите? Ты любишь. Окей, к этой теме есть отношение. Смотрите, во-первых, когда мы говорим PasswordDB, мы должны понимать, что это что-то, что хранится в специализированном приложении, то есть база данных зашифрована, алгоритмы серьезные и так далее. Именно поэтому вот у меня начинаются истории, мне вот в Твиттере вчера, когда я анонсировал этот ток, мне сказали, ну а почему не использовать вам Password? Опять, помните, я параноик, я вот всякие такие вещи, к таким вещам сложно отношусь. Я отдаю свои самые важные креденшалы неизвестно кому. Этот неизвестно, кто мне обещает, что он, конечно же, все это дело шифрует. Этот неизвестно, кто мне говорит о том, что, конечно же, это никак никуда не утечет. Но вот в случае с LastPass такая утечка была. В LastPass не утекли голые пароли, почему бы вы о вас не говорите? В LastPass? То есть перед тем, отправить пароль туда, сначала делать много разных вещей, туда они приходят. Все дело в том, что что утекло из LastPass, мы знаем только из пресс-релиза LastPass. Вы потом слышали о волне каких-то взломов, у меня были паролиозы в LastPass, у меня взломали Gmail, еще чего-то. Вроде ничего такого не было. Все зависит от того, кто это взломал. Смотрите, помните, да, параноик профессиональный, я не скрываю. Если это взламывал Вася Пупкин, которому нужно было похачить себе серверов для майнинга Ethereum, это одно. Если это взламывал актор серьезный, то, конечно же, он это все светить не будет. Мы, опять, да, мы должны понимать, когда мы отдаем что-то третьей стороне, мы дальше начинаем оперировать рисками. А поэтому мы, значит, рисками не оперировали? Нет, вероятностями. Пока мы это дело храним у себя, мы эти риски несем сами на себе. Мы не отдаем это третьей стороне. И мы должны понимать, что во взломе третьей стороны заинтересовано намного больше серьезных акторов, чем кто-то, кто будет работать против вас таргетированно. Вернувшись, именно поэтому я рекомендую open-source продукты для того, чтобы хранить пароли. Я чувствую, Микола, что у меня с вами будет приятный разговор во время курения. Мой выбор это Kipas, Kipas X, что? Kipas XC на этих, как оно называется, на компьютерах, Kipas Droid на iPhone и Strongbox, на Android и Strongbox на iPhone. Со Strongbox есть нюансик, Strongbox не open-source, но он читает те базы, которые есть. И, собственно говоря, это какой-то трейд-офф в случае с iPhone, потому что нормального хорошего open-source пассворд-менеджера, понимающего базы Kipas, я не нашел. Если кто знает, ну, как бы поделитесь. Что? Он тоже open-source? Окей, ну вот, значит, я сегодня узнал что-то новое. Я вот как-то в Strongbox ушел и на Strongbox и жил. Вернувшись, базы Kipas я храню в каких-то Cloud Storage. Да, и опять вот можно будет спросить, а что случится, если из Cloud Storage базу Kipas уведут или еще что-то такое? Разница между LastPass и разница между, ну, или OnePassword и разница между базой, которая хранится в вашем мейле, она в том, что в случае с LastPass можно увести довольно большое количество, да, то есть можно сделать массовый взлом, и ваши данные в нем окажутся, неважно как, но в результате массового взлома, в то время как, атакуя ваш конкретный аккаунт, ну, атака на ваш конкретный аккаунт, это вещь намного более редкая и вещь намного более дорогая, если вы опять, да, вот, вот, немножко так параноидально ко всему этому делу подходите. Хорошая вещь, USB флешка с бэкапом вашей базы данных паролей, и это что-то, что у меня, ну, как, да, у меня вот есть в календаре запись, что каждое первое число месяца я бэкаплю важные вещи, да, вот, бэкап на флешку базы данных паролей, флешка с вера крипт контейнером, это что-то, что я более всего, ну, вот, соблюдаю, потому что, если вдруг это потеряется, либо если вдруг Google по какой-то причине захочется засоспендить мой аккаунт, а у него есть много причин это сделать, да, если по какой-то причине я потеряю доступ к своему клауду, то, соответственно, я потеряю доступ к своим паролям, и это будет проблемой, и это будет чем-то не очень приятным, и не чем-то, поэтому старая поговорка говорит о том, что админы делятся на две категории, да, те, кто не делает бэкапы, и те, кто уже делает. Вот, собственно говоря, это вот что-то про опыт, да, и что самое главное, ваш основной клауд-аккаунт, и об этом я сказал, что мы к этому вернемся, ваш основной клауд-аккаунт должен быть достижим из полностью оффлайн-мода, то есть представьте, что вот у вас украли телефон, что вы пришли ко мне, я дал вам лаптоп, говорю, ну, логинься, да, чтобы базу паролей получить, да, открыть и дальше начинать логиниться во все остальные места, и вы говорите, я не могу, да, то есть в iCloud с логиниться не можете, или в Google Аккаунт с логиниться не можете. Вот именно для этого вам нужна флешка с базой паролей, где будут аккаунт-нэйм, да, ну, юзернеймы, пароли, TOTP, как вот Микола рекомендовал нам хранить в Password Manager, либо бэкап-коды для восстановления всего этого хозяйства. Оффлайн, возможность из оффлайна подключиться к вашим аккаунтам, это критичная, самая важная вещь вот в восстановлении того, что есть. Прошу. Это не вопрос, это реплика, она у меня не такая веселая, как у Миковой, то есть, с Миковой интересно взаимодействует. У меня ремарка, у меня не вопрос, то есть, с точки зрения технологии все очень круто, с точки зрения процессов для вас тоже очень круто. С моей точки зрения, я сижу, у меня чуть-чуть тегерит, вы начинаете спрашивать с одной, то есть, у вас есть какая-то ваша модель рисков, в которой вы защищаетесь от, ну, от вас, про систем трэд, от каких-то вот акторов, которые, то есть, грубо говоря, вы защищаетесь от каких-то сильных оппонентов, которые очень захотят, ну, готовы инвестировать в премии, ресурсы, в то, чтобы вас было. И в этой ситуации это резонно, то есть, ну, может быть резонно хранить все базы паролей в оффлайне, при этом с базовым паролем в оффлайне, ну, как с промо-нажива, какие-то базы, важный момент, и вы вот где-то рассказали, как нам бэкапить эти базы. То есть, если мы просто поставим эти базы, не бэкапим базу, слетел компьютер, слетел телефон, у нас нет всей базы наших паролей. И это требует вот что? Это требует новых привычек, записывать себе в календарь, что нужно не забыть сделать ручной бэкап, потому что бэкап люди очень любят забывать делать. Это нужно что? Это нужно его как-то синхронить в клауд, синхронить в клауд, если это какой-то контейнер, то тоже нужно там смотреть, чтобы было новое. Да-да-да-да. Оно почитало изменения. И создается впечатление, что это довольно сложно. То есть, если вы хотите пользоваться парольным менеджером безопасно, то нужно прикладывать кучу-кучу усилий. И тут начинаются проблемы с usability of security. И вот если людям, которые не пользуются парольным менеджером, пытаться их как бы предложить им продать идею, что давайте вы будете переходить на парольный менеджер, а не использовать везде там пароль Антона Разбатри, меня Антон Завуси. И описать им эту сложную процедуру, они будут посмотреть и сказать, слушайте, ну его, чертовой бабушке, я не буду это делать, это сильно сложно. При этом у этих людей, пользователей, у них может быть модель просто не такая сильная, как у вас. И возможно, вот если, не знаю, им нужно защищаться от такого-то такого не персистент атакера, а каких-то оппортунистических, возможно, в их ситуации, вот онлайн и парольный менеджер, но это может быть не так и плохо. Смотрите, во-первых, да. Но и здесь я добавлю уже ремарку со своей стороны. Дело в том, что я говорю для инженеров и для девопсов, для людей, которые так или иначе с безопасностью сталкиваются не из-за того, что, ну как, да, им хочется свое home-видео спрятать, а для людей, против которых работают государства, да, и вот, ну опять, off the record мы покурим эту тему. Я говорю о ситуации, когда против людей работают конкуренты. Я говорю о ситуации, когда эта модель угроз широкая, и в любом случае я предпочитаю поговорить о том, чтобы расписать большую модель угроз. И если у человека есть понимание, как у вас, что здесь происходит, вы можете те или иные риски просто впустить в accepted и не адресовать, да. Но, с другой стороны, если я буду эту модель угроз сводить на обычного пользователя, у вас будет такая же ремарка, а вот если что-то другое, да. Соответственно, выбирая из того, кого адресовать, я адресую, ну, скажем так, равных мне, которые будут в состоянии эту модель угроз уменьшить или адаптировать к своим потребностям. Содержимое notification. Это история очень веселая, потому что история со содержимым notification, она была такая. Контора, в которой я обслуживаю свою машину, там, ну, в общем, это какие-то долгие отношения, десятилетние, я этих людей там всех знаю. И, значит, рассказывает мне шеф этой конторы, который химичил с налогами и запчастями, и всем таким. Слушай, говорит, вот, в общем, этого моего поставщика этих левых запчастей взяли, у него телефон отобрали, телефон, значит, лежит на столе, а я ему пишу, когда запчасти завезешь. Паразит, ты неделю назад обещал. И писал он ему в Вайбере две недели, пока к нему не пришли. И сказали, что за запчасти ты от него хочешь, а во. И этот, а он на него посмотрел и понял, что рассказать о том, что за запчасти он у него хочет, он не может. А доказательства, вон они на телефоне есть. Они просто поставили камеру на этот телефон и все, что приходило, вот так вот снимали. Открыть его они не смогли, а вот это сообщение красиво снимали и дальше как-то фиксировали. Я все это к чему? Notification, в которых показывается содержимое того, что к вам приходит, это опасность. Причем не обязательно notification, да, если вы запустили механизм find my phone или еще что-то такое, то вам на телефон приходит notification о том, что phone has been located. Как следствие, злоумышленник или кто-то другой, кто у кого в руках ваш телефон, видит многое. Не обязательно все, но многое. Закрывайте notification. Номер телефона доверенной персоны. должен быть где-то записан. Вот у меня, например, в кошельке записан номер, вот есть бумажка с номером телефона моего адвоката. Потому что если что-то случится, мой адвокат, это тот человек, который дальше будет работать со всеми остальными людьми, это тот человек, а вы понимаете, да, что если меня возьмет товарищ майор, то телефоны я при нем разлочивать никогда не буду. То есть свое право на звонок я буду реализовывать вот именно так. Дайте мне, пожалуйста, телефон, я позвоню своему адвокату. Если он скажет, звони со своего, я скажу, я не буду со своего звонить. И история здесь такая. У вас всегда должен быть записанный номер телефона для того, чтобы вы могли кому-то позвонить. Потому что ваш телефон, если у вас уведут, то дальше это будет история. Причем, чтобы вы представили, даже я параноик, я не помню номер телефона своей жены, хотя женат ему 7 лет и, значит, как-то все в этом духе. Ну, просто он мне не нужен, да, потому что он всегда записан вот в моем телефоне. Но вот номер телефона адвоката, да, вот. Все мужчины изменяют женам. Помнишь, у Сергея Слепакова была прекрасная песня? Все-все-все-все-все мужчины изменяют своим женам. Но я не такой, я не такой, я не такой. Вот. Это я все к чему. Трастет персон — это тот, кто будет в состоянии дать вам компьютер или подъехать куда-то, или кто будет вам в состоянии объяснить, что делать, или каким-то образом помочь, да. Трастет персон, которая мама, она вам особо помочь, скорее всего, не сможет, да, в этих вопросах. Соответственно, выбирая этого тррастет персон или эту тррастет персон, вы должны понимать, что от этого человека стоит и, ну, как, возможно ожидать какой-то помощи, да. и от него очень много зависит. И что именно зависит, мы посмотрим на стадии пост-инцидент. Ребят, у Apple этой возможности нет. В случае с Apple рекомендуют, значит, создать wallpaper, на котором будет написано, да, screen lock wallpaper, на котором будет написано, типа, вот, это телефон Мурадзиана Рубика, значит, пишите ему по такому мейлу. В случае с Android такая возможность есть. Вы можете добавить туда свой текст о том, что, значит, если этот телефон найден без присмотра, пожалуйста, напишите на этот мейл. Тут важно понимать, что нужно говорить напишите на этот мейл, потому что если вы там напишите номер телефона, ну, вы поняли, да. Там должно быть что-то, что вы когда-то прочтете или поймете, как это все, как с этим разбираться и как эту коммуникацию установить. Потому что, опять я говорю, большинство телефонов, они забываются где-то и люди это находят и дальше пытаются эти телефоны вернуть и это, как бы, вполне нормальная ситуация и вполне нормальный подход. И в Android, и в iOS есть возможность, которая называется Reset Device After N-Failed Passcode Tries. В 12-м Android есть, Николай. Ну, покажу на пиксели. В чем смысл? Если кто-то перебирает ваш пароль, то после какой-то попытки телефон отформатируется. И в чем кайф вот этого вот unattended формата, да, когда форматируется телефон либо через Find My iPhone или Find My Android, либо через вот это дело. После ресета, после такого фактора вам будет необходимо ввести именно тот Apple ID или именно тот Google аккаунт, который был на этом телефоне до ресета. То есть, невозможно, вот после того, как этот телефон отформатировался и там написано Hello, да, отнести его в какую-то контору и продать как новый или продать его как какой-то, ну, используемый будет невозможно. Все равно, человек, который должен будет туда войти, он должен будет сесть и ввести именно ваш Apple ID или именно ваш Google аккаунт. И это важно понимать, потому что если этот телефон вот отформатирован вот так, без вашего участия, то, конечно, он намного более защищен, этот телефон дальше невозможно будет использовать. Есть большой минус с автоматическим форматированием, и этот минус он в том, что у нас есть риск потерять то, что на телефоне хранится, но с клаудом не синхронизировано. И здесь это, конечно же, ваш выбор. То есть, вы должны понимать, что лучше, чтобы эта информация пропала, или чтобы вы рисковали этой информацией, которая есть у кого-то другого, ну, я не знаю, да, человека, который то ли хочет вам навредить, то ли хочет вас обокрасть. Перед тем, как перейти к post-incident actions, я хотел бы сказать вот что. На самом-то деле есть такая история о том, что не все телефоны одинаково защищены. И вот здесь мы об этом должны поговорить глубже, потому что на своем токе 2019 года, когда я говорил о мобильной безопасности и вот параноидальных аспектах мобильной безопасности, я говорил о том, что по сути у нас есть два защищенных телефона, а защищенными я считаю те телефоны, которые получают таймли апдейты. Это в случае с, ну, с iOS это iPhone, да, и тут как бы выбора нет, но самое важное то, что у нас должны быть последние айфоны, то есть, например, да, айфоны младше XS, XR, они все подвержены уязвимости Checkmate, и, собственно говоря, в них вломиться, ну, расплюнуть. Но в случае с андроидами и вот здесь самое важное, по сути, единственным защищенным андроид телефоном является Google Pixel в любых его проявлениях, но самое главное те Google Pixel, которые опять апдейтятся, то есть, вот Google Pixel 2 и, соответственно, его там деривативы, всякие, Excel и все такое уже небезопасны, потому что апдейты на них перестали ходить с ноября 2020 года. Все остальные телефоны, апдейты на которые приходят в том или ином виде, завязанные на вендорское желание, а даже телефоны с Android One, которые, по сути, говорится, что они от вендора независимы, все равно там есть вендорские включения, например, драйвера, и, ну, вот, к примеру, я не помню, Xiaomi или Huawei производил Android One телефоны, вот они туда пихали своего софта. То есть, вот, что? Да, да, то есть, ну, коллега, не вопрос, я говорю о том, что вот я видел китайца с напиханным софтом, как Android One. Ну, когда пришел на высоту Android 10, я когда настройки, там был кастомазер Pixel на Xiaomi. Окей, в любом случае вендор туда что-то поднамешал. И моя проблема в том, что, когда мы имеем дело с китайцами, или когда мы имеем дело вот с странными вендорами, которые любят туда вот просто пихать этого bloatware в немеренных количествах, да, мы всегда понимаем, что мы создаем новый вектор атак. То есть, атаки не на сам Android, который у нас апдейтится раз в месяц каждое пятое число, да, вот, ну, на пикселях, а атаки на сам вот этот вот софт, который вендоры туда ставят, и качество которого, конечно же, совершенно омерзительное. Соответственно, это последний пункт, который я хотел сказать. Если вы такой паранойик, как я, как Антон справедливо заметил, таких, как я, немного, и, значит, может быть, это и к лучшему. Если вы такой паранойик, как я, покупайте защищенные телефоны. Вот именно телефоны, которые можно защищать. Google начал производить очень хорошую дешевую серию A, да, то есть, вот есть Google Pixel 4, Google 4A, которая очень недорогая, вот я себе его купил, счастлив и как-то живу. Post Incident Actions, и здесь я хочу, чтобы мы внимательно поняли о том, что может быть с нашим телефоном, который потерялся. самая маловероятная вещь, я вот по возрастанию вероятностей, да, вот здесь разместил вот этот список, это то, что кто-то наш телефон злонамеренно спер, да, вот за нами кто-то охотился, этот телефон спер. И в этом случае телефон помещается в такую штуку, которая называется клетка Фарадея, ну а по сути, это может быть, его могут просто в фольгу завернуть, да, и все. Смысл заключается в том, чтобы телефон перестал подавать какие-то сигналы наружу. Тут как? Очень многие думают, что если из телефона вытащить симку, то он не будет трачиться, будет. Потому что даже телефон с выключенной симкой, он все равно соединяется с сотовыми станциями, вот с базовыми станциями, и именно поэтому вы можете сделать emergency call, да, вот это соединение есть, соответственно, он трачится. Трачится в смысле его можно отследить в местоположении. Соответственно, если ваш телефон упер кто-то грамотный, то вы о нем забудьте. Да, он никогда больше не появится в сети, он всегда будет в Фараде и Кейдж, им будут заниматься люди профессиональные, как в моем токе 2019 года подробно описано на сайте Баркемпа есть, заходите, смотрите. Когда ваш телефон сперли просто для того, чтобы подзаработать, да, здесь история такая, когда у вас телефон крадут для того, чтобы подзаработать, есть два направления. Первое направление, его сразу же вывозят из Армении в какую-то другую страну, второе направление, то, что его раскулачивают на запчасти. Телефон, который раскулачен на запчасти, ну, как вы сами понимаете, его особо больше не найти. Телефон, который вывозится из Армении, у меня было два таких случаях, один раз этот телефон дал о себе знать о том, что он в Дубае, второй раз о себе дал этот телефон знать в Китае, и это было очень весело. То есть, вот какая-то цепочка, когда телефон крадут в Армении, а дальше он оказывается в Китае, и вот эта вот цепочка криминала, которая вот доставляет устройство, это был последний айфон на тот момент, одиннадцатый, который вот так вот как-то довозит его до Китая, это было что-то, на что я вот с таким интересом смотрел. В любом случае, узнал я об этом только тогда, когда сработал Erase на Find My iPhone, а в этом случае приходит сообщение о том, что телефон был включен и Erase Not. Телефон потерян, да, и когда мы говорим про то, что телефон потерян, ну, вы его где-то уронили, вы его куда-то дели, да, вы забыли, где он находится, и по сути, гарантией того, что он вернется, особых нет. Телефон потерян и сломан, да, то есть, вот когда вы телефон потеряли, он упал на бетон, и, собственно говоря, пришел в нерабочее состояние, связи с ним нет, либо села батарейка, и все, и, собственно говоря, опять вы его не найдете. Но самая частая вещь, это то, когда вы телефон где-то забываете, и человек, который этот телефон находит, должен иметь какую-то возможность с вами связаться. Мы помним, что мы поставили туда паскод, соответственно, в него влезть, по сути, ну, не очень возможно. Мы понимаем, что если мы поставили форматирование через какое-то количество набранных пинов, то через 10 попыток разлочивания этого телефона с ним разобраться тоже будет невозможно, он отформатируется, и все наши остальные действия мы должны делать, делать, исходя из того, что либо телефон найден грамотным человеком, и он хочет вам помочь, либо телефон украден неграмотным человеком, и он его не выключил. Вот из этих пяти два случая, когда мы можем что-то с телефоном сделать. Но, по сути, вот из этих пяти случаев только два позволяют нам телефон каким-то образом вернуть. Именно поэтому я говорю, что когда у вас телефон потерялся, надежды на то, что он вернется, большие, но не стопроцентные. И именно поэтому нам нужны вам все те действия, о которых я говорил до сих пор. Первое. Связываемся с нашим trusted person. Для моих друзей это я, они мне задают всякие странные вопросы и все такое. Без trusted person у вас будут проблемы с соединением, со связью с интернет, и тут я опять говорил, для нас очень важно, чтобы все происходило быстро. Да? Вот просто, все происходило быстро. И если ваш trusted person, ну вот как, да, я, например, хожу с лаптопом всегда, чтобы иметь возможность работать. У меня два телефона, с обоих я могу получить интернет. У меня powerbank, чтобы я зарядил телефоны, чтобы интернет не пропал. Да? Одним словом, какая-то степень паранойи, которая у меня есть, она меня делает привлекательным trusted person для моих друзей. но в любом случае, чем быстрее trusted person начнет работать, тем это выгоднее, и тем это повышает шансы того, что вы ваш телефон восстановите. Первое, о чем вы должны попросить доверенного человека, это то, чтобы он начал звонить на ваш потерянный телефон до тех пор, пока вы с ним встретитесь. Потому что есть довольно большой шанс, что этот телефон валяется где-то на заднем сидении такси, и этот таксист, услышав звонок, просто возьмет трубку, скажет алло, и скажет, ну окей, я его тебе привезу, и скинь, инстас, тос. Да? А как ты меня отблагодаришь, это уже твои задачи. И чаще всего так и бывает. Да? Вот чаще всего с потерянными телефонами так и бывает. Если за то время, пока вы добрались или встретились с a trusted person, а это, как правило, бывает 15, 20, 30 минут, если за это время никто телефон не взял, либо телефон выключен, значит у вас какая-то беда. Да? И дальше уже нужно разбираться с остальными делами. И первое здесь это то, что у вас должны откуда-то появиться креденшалы к вашим онлайн-аккаунтам. Помните, да, я говорил о том, что либо на флешке, либо еще как-то у вас должен быть доступ к вашей базе данных паролей. Это то, о чем мы говорили в самом начале. Если у вас доступа к этой базе данных паролей нет, то вот мой опыт показывает, что восстановить Google или Apple аккаунт возможно где-то в 60% случаев. Те 40% это вот та беда, когда это все не восстанавливается. И будьте к этому готовы. Да? Что вы вот просто потеряете какой-то блок истории своей жизни, я не знаю, там начиная от Атрисбуха, заканчивая фотками новорожденного ребенка. Да? Все. Этого не будет. Прошу. Какие телефоны более безопасны и защищены в таких случаях? Особенно, когда убрали ваш телефон. И что вы рекламендуете iOS или Android? Смотрите, если коротко, на уровне обычного пользователя особой разницы между iOS и Android я не вижу, потому что тот набор функций, который поддерживает и iOS, и Android обычному пользователю вот так вот хватает. Если говорить с точки зрения инженера по мобильной безопасности, то до 11-го Android я рекомендовал iOS. После 11-го Android я рекомендую Android. На самом-то деле это какой-то долгий разговор, но если вы посмотрите на то, что они сделали в 11-ом Android и какие endpoint-ы для UEM появились в 11-ом Android, это просто чудо. И UEM это Unified Endpoint Management. Это когда вы управляете каким-то набором телефонов централизованно и распространяете политики безопасности на эти телефоны централизованно и можете с ними работать. Но самое важное и это косвенное подтверждение того, что я говорю, на биржах Zero Day что это такое? Нет. Zero Day это уязвимости, которые вендоры еще не пофиксили. И для этого и этими уязвимостями люди торгуют. И эти уязвимости кто-то покупает. Самые известные покупатели уязвимостей это Celebrite, Grayshift, NSO Group те компании, которые занимаются тем, что взламывают телефон. Они покупают эти уязвимости и с помощью этих уязвимостей взламывают телефоны. После 11 Android уязвимости на Android стали стоить дороже, чем уязвимости на iOS. вернувшись. Попросите trusted person опубликовать сообщения в социальных сетях обязательно вас по тегам о том, что у вас пропал телефон и с этого телефона может происходить всякая мазафака. Чаще всего эта мазафака сводится к тому, что людей просят перевести деньги, поучаствовать там что-то или пишут мне срочно нужно 10 тысяч драм, пожалуйста, переведи на этот Kiwi кошелек или там еще куда-то. Следующее. Если мы добрались до нашего компьютера, смогли слогиниться в наш основной аккаунт в Apple ID либо через iFogotApple.com либо в Android. Какие возможности у нас появляются? Даже если телефон выключен, даже если телефон в клетке Faraday или воришка его выключил, у нас есть возможность, запустить на нем звуковой файл это на тот случай, если он где-то дома валяется и вы не можете найти его, тут самое важное понимать, что он должен быть заряжен для того, чтобы звуковой файл на нем сыграл. Перевести в режим Secure, когда Google переводит телефон в режим Secure, он разлогинивает его из всех аккаунтов, причем не только из Google аккаунтов, а из тех аккаунтов, которые существуют в Settings Accounts, например, в Facebook Application существует Settings Accounts, сигнал существует Settings Accounts, он разлогинивает его из всех вот этих сервисов. И следующее Erase Device. По сути, если вы дошли до той ситуации, когда вам нужно что-то делать с девайсом онлайн, моя рекомендация девайс стереть. Если звонки не помогли, если вот этот вопящий звук не помог, то стереть девайс это самое безопасное, и бог с ним, что там что-то потеряется. Если у вас есть доступ к самому аккаунту, о котором мы говорили, то есть если вы смогли слогиниться и можете уже управлять этим процессом, то конечно же лучше девайс потереть и дальше его собирать заново. Очень похожее все существует на Apple iCloud, соответственно сыграть музыку, Lost Mode на экране появляется сообщение о том, что вот Рубик Мурадзян ищет свой iPhone, пожалуйста свяжитесь с ним по этому мейлу или еще чему-то, ну и собственно говоря стереть. Опять понимаете, что unattended factory reset приводит к тому, что без вашего Apple ID или Google аккаунта никто этот телефон использовать не сможет. Ну вернее сможет, но там нужно сделать тальцы с бупнем и как правило это приводит к jailbreak или к руту, но по-человечески этот телефон больше использовать будет нельзя. Следующий процесс связываться с мобильным оператором и просить, чтобы вам перевыпустили симку и обращаться в полицию. Тут как, да, это история немножечко армянская. Есть страны, в которых вы можете обратиться к мобильному оператору и попросить, чтобы они заблокировали ваш IMEI-код на телефоне. Как правило это бывает в Европе, если я не ошибаюсь и в России, а в Армении это работает так. Оператор не может блокировать IMEI-код, но он может это делать только по запросу из полиции. Соответственно если вы обращаетесь в полицию и говорите о том, что у меня пропал телефон, пожалуйста заблокируйте этот IMEI-код, то IMEI-код полиции блокируется. В Армении есть общая база нехороших IMEI-кодов, соответственно если ваш телефон появится в сети другого сотового оператора, все равно полицаи об этом узнают и собственно говоря предпримут какие-то свои мероприятия и все такое. Полиция имеет право просить данные о триангуляции и о локейшене, то есть где этот телефон появлялся. Они могут это узнать у сотовых операторов. В принципе в каком-то идеальном мире полиция должна этим заниматься. Я скажу, что последнее сообщение о том, что они просили данные о триангуляции пропавшего телефона было в 2015 году и только после насильственного изъятия этого телефона. То есть человека избили и у него отобрали деньги, ключи от машины и телефон. То есть после этого я не слышал, что полиция заморачивалась такими действиями и обычно они говорят, сперли у тебя телефон, ты наверное его сам потерял. Никто его у тебя не крал, короче иди, нет поводов для заведения дела. Но в любом случае в полицию обратиться надо и вариант просто из категории ну а может сработает, может какая-то я не знаю Меркурий попадет встанет в правильное расположение духа и что-то будет. Но полиция у нас особо работать не хочет. Последние шаги. Ребят, возьмите новый телефон, покупайте новый телефон, другого выхода у вас нет. С компьютера восстанавливайте аккаунты. И после восстановления аккаунтов обязательно обращайте внимание на то, чтобы сменить пароли, сменить двухфакторную авторизацию, ну и если вы попросите бэкап-коды от этого дела, он заново их перегенерирует. Потому что все те аккаунты, которые были на вашем телефоне в том или ином виде, они ну уже небезопасные, уже невалидные. Собственно говоря, вот. Большое вам спасибо. Начинайте мучить меня вопросами. Прошу. А, при попивном телефон есть еще один битер-адак и такой таксин-картер. Можно же быстро попробовать вообще просто по банкам вот я об этом говорил, вы знаете, смотрите, да, тут история такая, с сим-картой есть риск, да, и мы должны понимать, что мы делаем. Если мы сим-карту перерегистрируем очень быстро, то мы теряем возможность на этот телефон позвонить или с этим человеком связаться. а так вероятности, которые у нас есть, да, вот, они больше в направлении того, что этот телефон мы где-то забыли и его нашли и просто думают, как его нам вернуть, да, чем вероятность того, что этот телефон у нас украли, да, ну, кроме явных случаев, да, вот, как я говорил, избили, отобрали телефон или там выдернули телефон из руки, когда вы там чего-то на него смотрели или что-то в этом духе, кроме вот таких явных случаев кражи или грабежа, большинство всех остальных случаев связано с безалаберностью, неосторожностью или еще чем-то. Соответственно, если вы очень быстро блокируете карту, то вы лишаетесь возможности этот телефон вернуть. И если вы заметили алгоритм, который я предлагал, он следующий. В первую очередь вы находите своего trusted person. До тех пор, пока вы с ним не, ну, грубо говоря, не пересечетесь, вы просите trusted person звонить на этот телефон. Потому что с trusted person вы пересечетесь, ну, вот, время, пока вы с ним встретитесь, оно практически равно времени, чтобы пошли в салон сотового оператора, доказали, что вы это выполнили, что они могут потребовать паспорт и потребуют паспорт. И, собственно говоря, вот этот процесс блокировки симки, он будет каким-то муторным. А вероятность того, что вы сможете дозвониться вот до человека, рядом с которым этот телефон есть, она довольно велика. Вот, собственно говоря, та логика, которую я вкладывал в эти советы. Но вы, конечно же, можете следовать другой, никто вас заставить не может. Симку можно запаролить, нет? Слушай, симку можно запаролить, но история здесь такая, симка запароливается и работает это дело. Ты говоришь про пим-пук-коды и работает это дело только при рестарте. Да? То есть, человек-то, когда берет этот телефон, да, дальше там что начинается? Если он смог в него войти и начать требовать аутентификацию с разных мест, то беда, она вот уже там, да, то есть, если у нас есть двухфакторная авторизация, которая работает по СМС, это проблема. Наш коллега, который задает мне этот вопрос, он же о российских реалиях говорит, где, например, тот же Сберонлайн, это классическая схема мошенничества, когда вот через сим-карту происходит все, что угодно, но опять, да, в том же Сберонлайн есть возможность подтверждения сообщений по СМС, когда вы должны что-то отправить и так далее, да, в любом случае завязка на СМС это бяка, и это вот одна из причин, да, опять вас не было, я рассказывал про то, что National Institute of Standardization американский запретил использовать мобильные номера как второй фактор в 2016 или 2017 году, точно уже не помню, да, короче, очень давно по нашим меркам, 4 года запрета, это, вот, собственно, совет он общий, избегайте аутентификации и авторизации по СИМ, по номеру телефона, причем не только из-за того, что ваш телефон могут спереть, а уязвимости в SS7, которые, ну вот, с появлением 5G немножечко трансформировались, но все равно есть, да, вот, 4G и 5G, да, LTE и 5G, они были актуальны, и эти уязвимости в SS7 позволяли вам отправлять смс, от вашего имени отправлять смс и так далее, но это уже на покурить, потому что там есть огромное количество очень интересных случаев работы malicious actors, но мой любимый пример, это то, что МТС в Москве каким-то каком заставили отправлять аутентификационные смс-ки для Телеграма в 2017 году, кажется. Да, очень вкусная и мерзкая история была, но в любом случае это было. Забудем про смс, смс плохо, смс бяка. Прошу. Прошу. Я поздно присоединился. Ты говоришь, что если телефон правильно заблокирован, не заблокирован, а защищен. И так далее, то добрый человек, который нашел телефон, он не сможет связаться с нами. Он не сможет его разлочить. Да. Потому что там есть какой-то вариант, там нужно месседжер оставить на залученном телефоне. Вот об этом я говорил. И в случае с айфоном это решается с помощью wallpaper и никак по-другому. Да. И еще есть emergency information. Что? Emergency information для спасателей, медиков и так далее. Ответственный конкурс. Да. Контакты. Несколько контактов для детей, жены, родители. Смотри, обычный человек, да, который находит. А находит это кто? Официант, таксист. Да. В emergency не лезет ну вот просто никогда. То, что я предлагал вот для этого случая, это, если это Android, то это вот просто баннер о том, что это телефон Рубика Мурадзиана, пишите ему по такому мейлу, а не звоните ему по такому номеру. Да, потому что, как ты понимаешь, с номером. А второе, значит, под чехлом держать визитку свою или, значит, какую-то надпись, что, типа, если найдете, звоните сюда, дам 20 тысяч драм. Вот. Ну и что-то в этом духе, да. То есть, какие-то механизмы, чтобы человек мог с вами связаться. Да, это мы обсуждали, просто это было где-то в начале. Все, коллеги? Или еще есть вопросы? Ты пришла вот во время вопросов? Вообще, да. Да. Можешь спросить вонцем. Уже хорошо. Да. Вчера из меня достали все то, что можно достать. И вот, в общем, да, я в течение этого месяца наслаждался медицинскими услугами. Меня пять раз прооперировали. В общем, все весело, все хорошо. Я здоровый, веселый. Плохо сохранился. Плохо сохранился, да, вот. Я потом тебе расскажу, как меня оперировали. Это намного веселее. Коллеги? А, нет, вот, давай. У вас у тебя много времени. Насчет смарт-часов. Есть какие-то соображения? Да. Нельзя разлучивать с телефона по локейшену, по блютуфу, по всем остальным вещам. Смарт-часы сами по себе, они ничего такого, ну, мерзкого и особенного в себе не несут. Да, то есть, ты разнес их с телефоном, на 10 метров, все, никаких сообщений там особых не будет, новых. Вы что? Да. Если готовишь убийство, там недавняя история была. Нет, про готовящееся убийство, ребят, это, это, это на самом деле не только про убийство, потому что вот убийство, это история чудесная, но она 2017 года. Нет, буквально месяц назад была история. Мужик сказал, что банда пришла, его связала и убила жену, а по их часам оказалось, что он ходил в это время. Вот это 2017 год, сам. А сейчас все намного веселее. Есть очень серьезная история о том, а в штатах о том, можно ли в бракоразводных процессах запрашивать данные о локейшенах, о, и вот эти вот данные, ну, я не знаю, да, health, iHealth, для разрешения вопросов о том, кто кому изменял и как. и здесь нужно понимать, ребят, и эту историю опять я очень люблю рассказывать, и что происходит, когда люди занимаются сексом, да, ну, мы взрослые люди, я думаю, тут особых таких нюансов я рассказывать не буду. Да не, порядок. Смотри, два человека оказываются в одном и том же месте, и у них одновременно растет пульс. так, чтобы одновременно пульс заскочил, не. И вот здесь, ну, ну, да, но в любом случае без этого подскочившего пульса никак. И все дело в том, что вероятность того, что два человека встретились и начали, встали на беговую дорожку и на брудершафт на ней бегут, она как-то, в три часа ночи, ну, или там, я не знаю, в середине дня, она как-то маловероятна. И история с этими health-девайсами, она та еще, да, и вот этот вот IoT-аспекты нашей жизни, опять, да, давайте вот после панели соберемся, покурим, и я расскажу много чего веселого, вот это уже конкретно off the record, но вернувшись к нашей истории, смотри, Аль, на сегодняшний день у нас есть возможность разлочивать телефон по Bluetooth-девайсу, да, соответственно, по Bluetooth-ID, забудем, что это смарт-часы, это может быть все, что угодно, да, тот же security key, у нас есть возможность разлочивать по Wi-Fi access point, то есть по SSID, у нас есть возможность разлочивать по location, то есть, грубо говоря, чтобы дома твой девайс не просил пин-кода, да, а просто вот свайпом поднимался, так вот, все эти варианты, они плохие, да, если ты говоришь о смарт-часах, как об отдельном устройстве, с которого можно что-то снять, смотри, с именно смарт-часов, снять можно очень много, особенно, если мы говорим о программах, которые могут посылать туда notification, и по сути, мы не знаем, как эти notification там хранятся, и насколько сами эти часы защищены или нет, я тебе могу сказать, что вот хороших защищенных часов я не знаю, да, даже эпловские часы, они не совсем то, чего бы нам хотелось, и в основном это связано, кстати, с протоколом Bluetooth, а не с чем-то еще, потому что любые радиопротоколы, особенно вот эти, они подделываются и митмятся на раз. Я исхожу из того, что смарт-часы сами по себе это зло, но смарт-бенды, которые вот-вот намного примитивнее, чем смарт-часы, да, то есть в них не вставишь сим-карту, у них слабый вычислительный пауэр, да, и все такое, смарт-бенды это что-то приемлемое, но опять это крайне дискуссионный вопрос, и я не буду настаивать ни на каком из этих решений, а предпочту эту тему покурить и как-то обсудить глубже, потому что вот так вот навскидку это не видно. Прошу. Все, давай. Альтернативное решение предложил наш коллега Микола, он сказал в кипас закидывай OTP, там есть такая возможность, я не знаю в кипас дроиде это есть или нет, но в самом кипас, в десктопном кипас и кипас XC есть возможность закидывать не вот этот QR-код, который тебе дают, а нижнюю идентификационную строку и в этом случае у тебя в кипасе будет свой генератор one-time паролей и соответственно ты сможешь им работать. Но в любом случае бэкап-коды это то, что я всем рекомендую. То есть отключать логин with iPhone, то есть логин confirmation, брать бэкап-коды, записывать их в кипас-базу и бэкап кипас-базу держать на какой-то флешке и периодически обновлять. Еще третье решение, я просто свой старый телефон для 15-ти уже фон. Вместо старый телефон я поставлю когда добавляю новый сфот, я его на старом телефоне сканирую и он лежит внутри. То есть у меня старый резервный телефон. Я тебе скажу, что с какого-то момента, причем очень недавно, года пол назад, можно синхронизировать. Можно синхронизировать. Причем странно, сначала это появилось на iPhone, только потом на Android. Знаешь? Извините, погромче можно? Вам паспорт. Вот про него мы тоже говорили, вы знаете, можно, есть вам паспорт, многие его используют, и я, у меня нет оснований говорить о том, что не используйте его, да, другое дело, что я его не использую, вот мы как раз с коллегами разговаривали, но я этот, я какой-то такой застарелый параноик, да, я вот вот как-то так со стажем заслуженный стахановец, я не знаю, как это определить, но вот в общем я не люблю онлайн паспорт менеджеры, вот, вот, да, вот не люблю я онлайн паспорт менеджеры, и все. Ну, не знаю, покурим, может вы меня переубедите, хотя вряд ли, да, психов переубедить, без лекарственных этих каких-то, прошу. Вот мы с коллегами разделяем, мы сейчас на конференциях о безопасности, мы разделяем людей, которые занимаются безопасностью, вот на прагматичный подход к безопасности и религиозный. И вот важно различать, то есть некоторые люди реально говорят, что вот нормальные компьютеры были только Lenovo до вот такой-то серии все остальные небезопасны. Например, или там китайские устройства, проведенные в Китае, покупать нельзя. Социальными сетями пользоваться нельзя, потому что это небезопасно. Клауды все небезопасны, пользоваться нельзя, только offline. И вот такого очень много, но мы понимаем, что прагматичная безопасность, это вот управление рисками, вот это все скучное, прагматичное, то есть нам нужно решить вопрос этих рисков, принять решение, mitigate, не mitigate, и мне не важно, это open source, не open source, но вот опять, если там религиозные люди говорят, вот, ну, free open source, и все остальное небезопасно, нельзя пользоваться, все небезопасно, и так далее. Это важно разделять, то есть, когда вы говорите, что я старый паранойик, вот, в общем, на нашем языке вот у меня есть и религиозные убеждения, и я проповедую их, то есть, вот, сом, прагматичный, не прагматичный, наверное, хорошо разделять, для того, чтобы просто транслировать для своих практик, то, что мы слышим часто на конференциях или читаем на разных сайтах и смотрим на ютубе. Микола, вы абсолютно правы, и я с вами в какой-то мере согласен. Все дело в том, что, как и Антону я сказал, все то, что я рассказываю, я рассказываю, основываясь, ну, вот, для меня это гайдлайны НИСТа, да, а НИСТ нам говорит следующие вещи, причем, ну, НИСТ и мы можем уйти в поле ISO 27001, они нам говорят о следующем, они нам говорят, например, да, вот случай с пасворд-менеджерами, храните пасворды on-premises, есть явный запрет на использование хранения пасвордов в сторонних сервисах, они говорят, вы можете купить proprietary soft, но хранить пасворды on-premises, все логин-креденшиелы должны храниться on-premises, я исхожу из этого, как ISO 27001 сертифицированный лид-аудитер, коллега, я рассказываю то, что я рассказываю как инженер и для инженеров, мне сложно рассказывать что-то для обычного пользователя, потому что я слабо представляю, какой ракфор творится у него в голове, и более того, у меня нет задачи продать то, что я рассказываю, то есть у меня нет от этого выгоды, хипас, как вы понимаете, мне не заплатят копеечку за то, что я его порекламирую, вы можете назвать это религией или я не знаю, как-то это линукс-дрочерство, вот тоже прекрасный термин, вы можете это назвать как угодно, весь вопрос в том, что у меня с одной стороны compliance, вот по которому я просто обязан жить, с другой стороны практики, и я вам рассказываю о том, как compliance с практиками поженить, обычному пользователю слово compliance, кроме того, что может быть это какой-то матюк на неизвестном ему языке, он ничего не говорит, соответственно говорит с обычным пользователем, а compliance я не собираюсь и не буду, с вами же конечно мы можем обсудить ну то ли психиатрию, то ли религию, как угодно назовите, у нас еще есть 5 минут, коллеги огромное спасибо, мне было очень приятно с вами пообщаться, спасибо, 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 Продолжение следует...